открытый диалог с александром непомнящим и да здравствуйте александр с возвращением я знаю вы были в поездке массы впечатлений но говорить мы будем сегодня не об этом не о вашей поездке говорить мы будем о предстоящих выборов до которых осталось уже наверно менее двух недель да и за то время что мы с вами не общались прошло уже две недели там произошли такие как события довольно весомые кардинальные и об этом наверняка тоже скажете да стоит поговорить действительно в израиле приближаются выборы выборы как вы знаете в израиле стали теперь частыми буквально три месяца назад у нас были одни в но не три месяца в марте считайте больше трех месяцев назад но не получилось у правого правой коалиции сложить правительство поскольку олегдор либерман решил перейти из одного лагеря в другой и израиль снова пошел на выборы то что мы видим сейчас вопросах скажем так выглядит не очень хорошо для правого лагеря без олегдора либермана который в общем не произнося это вслух хотя в нескольких передачах нескольких интервью он уже высказался за то что он поддержит ганса и лапида то есть лидеров левого левого лагеря но и без него у правых правой коалиции не набирается необходимых 61 мандат в кнессете по опросам и таким образом пока что непонятно как дальше сложится ситуация поскольку с одной стороны у правых нет большинства и у левых тоже нет большинства скажем так формально у них есть но для этого им придется объединить в одной коалиции либермана и арабов что конечно может быть достаточно сложным поскольку пока что обе и арабы и либерман высказали с поддержку ганса но непонятно смогут ли они усидеть вместе в одной коалиции учитывая давний рекорд того что либерман выступал очень резко против арабских партий и на правом фланге существует сейчас следующий расклад есть две партии религиозные которые четко позиционируют себя сегодня с правым лагерем более того даже одна из них партия шанс она выступает как фактически на голосуйте за нас потому что мы являемся социальным как бы социальной поддержкой ликуда то есть мог ли если клуб правящая партия а мы его бы такая социальная что ли составляющие то есть по сути дела они себя рекламируют через поддержку партии ликуд и вот есть две две религиозные партии ортодоксальные есть там ликуд ведущая как бы главная партия правая есть партия ямина то есть на право объединяющая скажем очень разношерстную разнообразную публику политическую по сути дела собравшуюся вместе как некая такая вот правый фланг ликуда там есть и более либеральные представители там есть и более религиозные менее либеральные тем не менее они себя позиционируют как некий союз права от ликуда и вы помните что была партия зеут партия маши фейглина и действительно как вы сказали за то время что мы с вами не встречались произошли интересные изменения зеут шла на выборы несмотря на то что все опросы показывали что пройти электоральный барьер ей не удастся то есть по сути дела она тянула канализации выбрасывала порядка трех мандатов права голосовки кто за нее должен был проголосовать и в итоге натаньял встретился с машей фейглиным и предложил ему такую сделку зеут не будет баллотироваться на выборах а в обмен натаньял по сути дела пообещал фейглину что если ликуд победит и сможет сформировать правительство то он ведет фейглина министром правительства и более того ликуд возьмет на себя продвижение законодательства в духе тех позиций которые продвигает зеут то есть партия зеут позиционирует себя как либертарианская партия и одно из главных ее направлений сейчас это урегулирование вопросов о медицинском каннабисе не медицинском алихуане то есть сделать ее доступной максимально доступной для тех кто в ней нуждается с медицинской точки зрения и натаньял по итогам встречи с фейглиным сказал что в общем есть он видит в этом разумное здравое направление и ликуд будет способствовать после чего фейглин сказал обратился к своим партийцам и они провели что-то вроде рехилиндума электронного на котором партия зеут поддержала вот это решение предложение натаньял о том чтобы зеут сошел с дистанции поддержал ликуд и в обмен получил вот эти самые преференции причем что характерно многие обвиняли партию зеут в том что это фактически является такая секта сторонников фейглина мол как фейглин скажет так и не сделают но вот на этом голосовании мы видели что две трети поддержали соглашение с натаньял а треть нет то есть с одной стороны мы видели подавляющее большинство приняло эту позицию с другой стороны все-таки это не секта это партия в которой есть разные мнения и целая треть в общем не была готова к такому компромиссу надо сказать что безусловно на мой взгляд это решение было прагматичным и разумным потому что зеут не прошла бы электоральный барьер сохранила бы свои гордые позиции но тем не менее в общем политически бы никак себя не проявила здесь же фейглин который в общем на мой взгляд является замечательным идеологом и визионером то есть он видит ситуацию но при этом до сих пор в общем показывал себя как достаточно неудачный политик наоборот повел себя как очень разумный прагматичный политик сказал окей хорошо да мы не проходим но мы можем сейчас вот заключить такую сделку которая если все сложится замечательно ведет меня в правительство меня в смысле фейглина и продвинет наши наши идеи то то с чем мы пришли в политику израильскую через партию ликуд которая обладает гораздо большими рычагами ресурсами чем маленький зеут вот ну и конечно самое главное на мой взгляд то что вот такой союз обеспечил уже сейчас фейглину это скажем так политическая легитимность то есть до сих пор кто был такой фейглин фейглин был он начинал как такой достаточно радикальный политический деятель даже не политический а вот такой идеолог который собрал вокруг себя группу единомышленников баллотировал сначала он был в ликуде потом создал собственную партию партия его не проходила электоральный барьер хотя и вызывал энтузиазм среди молодежи израильской достаточно немало количества но в общем к нему относились как некому такому маргиналу задней скамеечнику то есть человеку который ну хорошо вот он политик вот он там чего-то такое говорит но это все не серьезно то есть это не серьезная политика сейчас заключив такой союз ликудом он по сути получил от натаньяо даже больше чем пост министра а именно политическую легитимацию его признали равным среди тех политиков которые в общем делают вершат изменения вершат судьбу страны то есть с этого момента даже если теперь не сложится так как хотелось и натаньяо не сможет сформировать правительство и в нем не будет министра фейглина и ликуд не продвинет вот эту самую эти самые либеральные предложения зеута с того момента когда они заключили с натаньяо этот союз фейглин превратился в человека в политика израильского который занимается реальной политикой на которого уже смотрят серьезные люди и избиратели понимают что да перед ними один из лидеров партии который играет по большому по крупному как взрослые а не как задни скамеечники маргиналы и на мой взгляд конечно для зеут это был очень разумный выбор остается еще на правом фланге партия от сма партия от сма это такая партия по израильским как бы определением она крайне правая на самом деле если смотреть на ее экономические предложения она далеко не правая на старее левая партия социалистическая я бы даже сказал но у нее очень же такой четкий национализм они продвигают по сути дела ее создатели это последователи ученики рава каханы то есть такие радикальные националисты и у них есть свой электорат к сожалению так или иначе пока что большинство опросов не сулит им прохождение электорарного барьера и в общем как бы они рискуют тем что они выбросят правые голоса в мусорку но они говорят что мол теперь когда нет зеута когда они остались фактически единственной маленькой правой партии то у них есть появился шанс и они будут бороться до конца это выглядит конечно все очень опасно и здесь в общем трудно учесть все факторы с одной стороны если вдруг каким-то чудом им удастся получить четыре мандата и преодолеть барьер то вместе с ними у ликуда действительно возникнет правая коалиция в которой больше 61 мандат с другой стороны если они не пройдут то они выбросят голоса правых до трех мандатов фактически и завалят весь правый лагерь с третьей стороны они во многом опираются скажем на хаббатские круги в израиле а хаббатские раввины недавно выступили с таким вот решением о том что истинный хаббатник не должен голосовать за непроходную заведомо непроходную партию в общем как бы с одной стороны они намекнули что ребята давайте не рискуйте голосуйте за липкуд или ямину или религиозные партии харидивные партии ультратаресальные с другой стороны в общем они не сказали кто конкретно то есть каждый может для себя судить а проходная ли уцма а вдруг проходная а вдруг я таким образом не нарушаю советов своего раввина так или иначе ситуация сейчас непростая но когда мы пытаемся прогнозировать события то что произойдет еще через 11 дней и смотрим на опросы публикуемые в прессе мы видим лишь как бы только одну грань дело в том что в реальных опросах даже не опросах о тех замерах которые проводят специалисты для того чтобы понять куда вот как направлены векторы в общественном мнении есть еще помимо того что спрашивают человека за какую партию он собирается голосовать спрашивают насколько он уверен в своем выборе это первый вопрос и второй насколько он уверен в том что придет голосовать и вот здесь когда мы смотрим на эти вещи тоже которые гораздо меньше публикуются и мы гораздо меньше знаем о том как раскладывается там ситуация мы видим очень любопытный момент по поводу уверенности в том за какую партию ты голосуешь люди которые собираются голосовать за ликуд и за ямину их уверенность 66 процентов две трети из тех кто собирается голосовать за ликуд и за ямину твердо уверены в том что они так и проголосуют когда же мы смотрим например на то как как складывается ситуация в левом лагере там совершенно иначе например сторонники либермана те которые говорят что они будут голосовать за партию наш дом израиль партию либермана из них только 33 процента то есть два раза меньше чем в ликуде и в ямине только 33 процента уверены в своем голосовании остальные как бы сомневаются и можно понять ситуацию либерман совершил очень резкий маневр из партии очевидно правой и в общем входящий совершенно естественно в национальный лагерь это стала партия для которой самой главной главным моментом ее повестки дня стала борьба с религиозным засилием а по сути дела такой вот очень жесткий антипочтен тисемитский нарратив против еврейского характера государства израиль и для многих бывших избирателей это сейчас очень сложно с одной стороны вроде как они им нравится лидер им нравится их партия с другой стороны им сложно вот с этим новым поворотом тем более что они понимают что все идет к тому что либерман в общем заходит в левый лагерь как такая неотъемлемая часть именно поддержки левого и когда мы смотрим на тех кто собирается голосовать за главную партию левого лагеря партию лапида и ганса партию кахол лаван то там уверенность в своем выборе еще меньше там 20 процентов людей говорят что они уверены в своем выборе другими словами сторонники ликуда и мины они в три раза увереннее своих оппонентов слева и два раза увереннее вот этой самой партии либермана которая сейчас как бы медленно сдвигается дрейфует из правого лагеря в левый лагерь но при этом то есть казалось бы это 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 именно тот фактор который обычно вот срабатывает в израиле когда все опросы показывают скажем там что у левых есть небольшое преимущество или левый правый в паритете а потом оказывается что правых намного больше чем нам давали все прогнозы и этот эффект он как раз и связан с тем что уверенные люди они в итоге голосуют чем больше уверенных людей голосующих так как они сказали тем соответственно показатели лучше но есть еще третий фактор как я уже сказал готовность пойти на голосование многие люди поддерживают партию знают что только за нее не проголосуют но они не знают пойдут ли они на голосование среди правых многие перебывают в такого рода эйфории что ли они считают что все и так хорошо на таниал достаточно хорош и умелый политик и он снова выиграет так что можно не заботиться и можно так сказать самим куда-то прогулять поехать на прогулку выехать за границу не ходить голосовать это какая-то такая видите ну все-таки нужно себя оторвать вот кресло нужно куда-то пойти нужно где-то какой-то очереди поставить зачем все это нужно и так все будет хорошо у левых же наоборот три четыре месяца назад когда они шли на выборы они знали что в общем дело их безнадежное ни один опрос не давал левым победы и поэтому голосовать шли только те которые действительно вот чтобы ни было мы будем голосовать за тех кого мы поддерживаем а левые такие скажем как бы более вялые более умеренные гоночу голосовать зачем за голосу и не голосу и все равно на таниал будет головы правительства но мне нужно лучше я пойду погуляю там поеду куда-то и так далее сейчас же они крайне воодушевлены потому что действительно перед их глазами как они считают замаячила победа и победа это связано именно с либерманом дело в том что совершенно неважно что либерман на самом деле собирается делать он как бы вуалирует не 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 говорит откровенно до конца как он собирается поддержит ли он левый лагерь или прав и тем не менее по всем тем признакам по которым он высказывался в интервью что он поддержит ганса и лапида потому как он ведет свою компанию нападая на правой партии и не трогая левой партии левой партии соответственно трогают партию либермана в своей предвыборной агитационной пропаганде более или менее он дает четко понять что он все больше и больше внутри левого лагеря и его переход в левый лагерь дает левым преимущество они понимают что они могут победить это подстегивает их и они считают что вот наконец нашелся кто то кто скинет ненавистного им натаньяо они будут активно активнее чем в прошлый раз возможно идти на выбор и эта ситуация как бы этот фактор может действительно все перевернуть и мы можем столкнуться с тем что опросы окажутся совершенно не показательны и наоборот у левых будет большое преимущество по мнению справа даже больше чем то что вот та невнятная ситуация которую мы видим сейчас есть наконец еще один фактор буквально на днях завершилась завершился разбор спорных ситуаций которые вот четыре месяца назад произошли на выбор были избирательные участки на которых явно произошли фальсификации например еврейских поселков иудеи самарии где публика достаточно правая были какие-то огромные количество голосующих за арабскую партию чего конечно по определению быть не может потому что за арабские партии голосуют либо арабы либо какие-то радикальные левые но уж точно не поселенцы гудеи самарии и поэтому кроме того были очень странные расклады в некоторых арабских деревнях когда количество голосующих оно четко то есть 50 за такую партию 150 за такую партию 200 за такой мы понимаем что это были явные приписки или какие-то так сказать фальсификации когда полиция не хотят под давлением правительства все-таки разобрала точнее не полиция а избирательный комитет центральный избирательный комитет разобрал всю эту ситуацию то в общем как заявляют как говорят представители никуда находившиеся вот в этой комиссии на самом деле если бы все вот эти вот фальсификации были бы учтены то исход предыдущих выборов был бы совершенно иной одна из арабских партий не прошла бы электоральный барьер зато прошли бы новые правы партия беннет и шакет и соответственно у права правой коалиции было бы 62 мандата даже без либермана то есть это мог сформировать четыре месяца назад правительство если бы не фальсификации фальсификации в основном в арабском секторе то что центральный комитет не признал вот эти самые фальсификации то есть фактически узаконил такое вопиющее нарушение это звучит очень и очень тревожно и грустно потому что для демократии израильской этого это как бы каждый выглядит очень неприятно но с другой стороны проехали уже мы сейчас находимся внутри новой предвыборной кампании и уже то что было было как уже теперь из мини отвернуть отмотать назад невозможно но естественно надо учесть что такие фальсификации могут случиться снова в прошлый раз на прошлых выборах ликут тихонечко не предупредив об этом центральный избирательный комитет расставил видеокамеры на избирательных участках разумеется не там где голосует человек выбирает какую какую партию будет голосовать а снаружи для того чтобы отследить ситуацию когда один человек например получает нет не один конверт для голосования там а 10 для всей своей семьи да или когда просто вместо тех кто не пришел члены избирательной комиссии договорившись вписывают разные цифры в бланке то есть с одной стороны сохраняется тайна выбора тайна выбора каждого человека с другой стороны прослеживается ситуация таких явных фальсификаций и нарушений так вот действительно в некоторых местах эти камеры сработали и как об этом стало известно еще по ходу выборов ибо многих местах в которых традиционно было было очень высокая так по крайней мере по данным явка арабских избирателей на этот раз явка была намного ниже мы понимаем что это просто не дали им приписать те цифры которые бы они написали если бы не было к но в тех местах где этих камер не было там вот произошли уже указанные фальсификации всякие странные вещи и казалось бы теперь и правый и левый должны были бы сказать замечательно конечно же мы мы же за демократию за честные выборы пусть на всех избирательных участках будут видеокамеры которые будут отслеживать ситуацию с нарушениями но не тут то было левые и поддержавший их центральный комитет судья центрального избирательного комитета заявили что эти камеры это нарушение тайны выбора каким образом это нарушает тайну выборов совершенно невозможно понять то есть эта логика абсолютно какая-то не нелогичная абсурдная даже то есть естественно если бы эти камеры были установлены там я чек выбирает за кого он голосу то было бы понятно что это невозможно это это действительно нарушала был тайну выбора но если отслеживается ситуация что вот пришел один человек показал свой свой свое удостоверение личности получил один конверт потом зашел за ширмочку вышел оттуда уже закрытым конвертом положил его один человек один голос все честно и это отслеживает камера это совершенно естественно сегодня камера вы знаете установлен буквально в каждом магазине в каждом переулке и в этом нет никакого нарушения мяча как бы личной жизни человека тем не менее судья написал свое мнение которое было поддержано также юридическим советником ангеблитом юридическим советником правительства о том что мол установка видеокамер это хаос и возможно и они отмели это решение но тут ликуд закусил дела и сказал мы тогда постараемся принять закон позволяющий устанавливать такие камеры у нас все таки пока у нас есть правительство переходного периода но правительство левые завопили еще громче что правительство переходного периода не может такие законы еще и тем более за 10 дней буквально до выбора тем не менее воскресенье такой закон законопроект будет рассматриваться в правительстве есть ли шансы у ликуда провести такой закон и вот буквально через 10 дней чтобы уже это было на моей практике так быстро законы никогда еще не принимались, и, конечно, трудно себе представить. Но, тем не менее, ситуация сдвинулась с мертвой точки, потому что в поисках разных решений как бы пришлось крутиться. И вот одно из решений, от которого, видимо, левым избирательным комитетам очень сложно отказаться, это то, что полицейские получат специальное разрешение установить камеры, то есть эти камеры будут установлены не какой-то партией отдельной, а полиции Израиля на трех тысячах избирательных участках полиция поставит свои камеры и будет наблюдать. Мы понимаем, конечно, что полицейские бывают разные, в том числе в какой-нибудь арабской деревне полицейский он из этой же самой деревни, и что он там наблюдает, трудно сказать. Тем не менее, это некий шаг в нужном направлении, и, возможно, именно такая ситуация, вот с установкой полицейскими камер наблюдения, она станет компромиссом между Ликудом, который говорит, «Ребята, да вы просто хотите узаконить своровывание выборов». То есть вот только что мы видели, что четыре месяца назад вы украли, по сути дела, выбор у правых, и теперь вы хотите сделать то же самое, не пойдет. Левые говорят, ничего не знаем, это все нарушения частной жизни, тайны частной жизни, никаких камер. С другой стороны, полиция — это не частная организация, это государственная организация, и возможно, что вот такие полицейские камеры будут установлены, и, возможно, несмотря на то, что, конечно, рука руку моет, и мы понимаем, что в рамках одной деревни нельзя полагаться до конца на представителей полиции в этой самой деревне, из этой же самой деревни жителей. Тем не менее, где-то и как-то это может снизить колоссальные приписки существующие, как мы теперь видим, уже воочию убедились, в арабском секторе. А разница там буквально, то есть если в среднем обычно на предыдущих выборах голосования у арабов было порядка 73% участия, то в этот раз было 64%. То есть получается 9% как бы приписок, и мне удалось сделать 9% от арабского сектора. Это достаточно большие цифры. И если удастся в этот раз все-таки повторить этот эффект, и не будет приписок в арабском секторе, по крайней мере, таких огромных приписок, как всегда, то это может помочь правому лагерю. Во-первых, это поможет честным выборам в Израиле, потому что, в конце концов, главная задача, чтобы выборы были честные, но в том числе при честных выборах у правых есть гораздо больше шансов победить, чем у левых. Как это все сложится, пока неизвестно. Будем надеяться, что все-таки правый лагерь за 10 лет, пребывая на Таневу власти, научился управлять. Если раньше правые министры, правые чиновники, которых немного, они как бы даже не умели использовать весь инструмент государственный, весь административный ресурс, чтобы как-то защитить и свои права, и, в общем-то, права граждан против левых. Сегодня все-таки мы видим, что они пытаются это делать. Будем надеяться, что у них удастся, и будем надеяться, что вот эти предстоящие через 10 дней выборов окажутся честными в большей степени, чем были раньше. Не будет приписок в арабском лагере, в арабском секторе, и это, в свою очередь, очень, может быть, приведет к тому, что правые победят, и расклад будет иной, нежели мы их видим сейчас в опросах. Александр, давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. И у меня к вам есть несколько вопросов. Вы знаете, чем больше вы рассказываете, ну, мы уже об этом не раз говорили, ну, ситуация у вас настолько похожа, что у нас с левыми делается, ну, просто невероятно. Как это... То же самое, все построено в раме, ну, то, что касается их, левых, это понятно, значит, они врут и там, и все, что угодно, это разрешено. Но если, не дай бог, что-то им не нравится, ну, в общем, на редкость идентична. Но я вообще спросил вас в другом. Вы не помните, неделю тому назад было эти огромные пожары в Бразилии, и так называемая мировая общественность решила кинуть кость Бразилии 20 миллионов долларов, и президент их не отказался. Ну, понятно, что он правый, он за Трампа, но он уже плохой. А вот Израиль буквально с первого дня им помогает, и очень сильно помогает, потому что одни из самых лучших пожарников в мире, потому что у них это традиционно, они знают, что они делают. И об этом практически ничего не говорилось, они тихо делают, спокойно делают свою работу, и даже президент Бразилии принял их, и так далее. И потом я хотел спросить у вас, с шлящими выборами, у вас был большой, так сказать, как называется, сходняк русских, русскоязычных, в Бакьеме, где-то было 200 тысяч человек, в поддержку Ликуда. Это было интересно, что вы были там, или что вы можете сказать. Вот. И теперь такой вопрос такого плана. Ваше личное мнение, потому что я считаю вас специалистом, вы все-таки в политике избираетесь, вы являетесь членом Ликуда. Ваше мнение, потому что о наших двух людях, которые работают в кабинете министра у Трампа, это министр странных дел и Болтон. Потому что я считаю, это два ястреба, и которые, по моему мнению, делают прекраснейшую работу, и они обязаны быть в любом правительстве, если правительство особенно с врагами, чтобы им в лицо сказать, кто они есть такие. Вот ваше личное мнение. Они недавно были у вас по одному, и вы оказали им великолепный пример. Это вот, прием. Одно и другому. И еще, последнее, я вас поздравляю, то, что ваш борец в дзюдо выиграл золотую медаль впервые в истории государства Израиля. Ну, ваши успехи просто нас радуют и обнадеживают. Спасибо большое за вашу программу, большое удовольствие, как всегда слушаю. Спасибо вам. Большое спасибо вам. Действительно, израильский дзюдоист стал чемпионом мира, и это для Израиля это очень трогательно, потому что, в отличие от больших стран, где большие деньги вкладываются в спорты, есть просто много людей и большой отбор, и конкурс. В общем, Израиль не может похвастаться большим количеством золотых медалей в спорте, и мы понимаем, что это важно не только для престижа страны, но это также стимулирует молодых ребят идти в кружок, заниматься дзюдо, заниматься спортом, что, конечно, само по себе полезно и хорошо, поэтому, безусловно, это очень приятно было добиться такого результата. И что касается Болтона и Помпео, и насколько я понимаю, это действительно люди, которые очень адекватно оценивают международную ситуацию, которые четко понимают роль Израиля и место Израиля на Ближнем Востоке, и то, кто здесь у нас хороший, кто плохой, и у них нет никаких иллюзий по этому поводу, и они раз за разом показывают, что они не изменяют своей позиции, порядочности и нравственной, и защищают. Вот буквально на днях Помпео сделал очень ясный шаг в ООН, в очередной раз Франция продвинула такую резолюцию, чтобы осудить, мы, может быть, поговорим еще об этом подробнее, и Израиль, и Хизбалу. Мол, типа, вот две стороны, Хизбалла и Израиль, они там что-то подрались между собой, надо их обе стороны осудить. И США совершенно четко сказали, о чем вы говорите, как вы можете поставить на одну доску Израиль, государство и какую-то террористическую организацию. Не будет такого, Израиль заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию, обсуждающую обе стороны. Наоборот, Америка пыталась продвинуть резолюцию, обсуждающую Хизбаллу, но ее уже заблокировали, соответственно. Не сказано, какие государства, можно предположить, что это была Франция, но и не только Франция. Так или иначе, конечно, Болтон и Помпео, на мой взгляд, это друзья Израиля, и, на мой взгляд, они делают важную и правильную работу для Америки, в первую очередь, потому что, в конце концов, все-таки важно не то, что они друзья Израиля, важно то, что они государственные чиновники США, и они федеральные чиновники, и они делают очень важную работу, продвигая интересы США, в том числе в борьбе с плохишами, которых в мире развелось достаточно много. Что касается встречи в Батьяме, действительно, в южном городе Батьям, в южном, к югу от Тель-Авива, прошло чуть больше недели назад встреча Натаньяу с русскоязычными избирателями. Подобный большой съезд действительно происходил впервые за много лет. Почему? Потому что на протяжении многих лет как бы партия Ликуд считала, что вот такая активная работа на русской улице, на русскоязычной улице Израиля, это прерогатива вот этнической партии, скажем, сначала это была Исраэль-Балья-Черанского, потом этой партией стала партия «Наш дом Израиль» Либермана, которая как бы собирала голоса на русской улице и потом вот такая этническая партия для русскоязычных жителей Израиля, которая затем продвигает их интересы. И, конечно, сейчас Ликуд столкнулся с тем, что вот партия НДИ Либермана по сути дела предала правый лагерь и переметнулась налево, переводя туда немалое количество голосов русскоязычных избирателей. Так, в принципе, за левых в Израиле голосует очень небольшое количество русскоязычных изритян. Для сравнения примерно у русскоязычных израильтян из 120 мандатов КНЕС примерно 17 мандатов. Из них левой партии получают порядка четырех. Сейчас, вместе с Либерманом, это вырастает уже до гораздо большего, потому что Либерман получает, видимо, порядка пяти-шести мандатов, как бы забирая их из правого русскоязычного и переводя в левый вагерь. Таким образом, Либерман занялся сам работой на улице русскоязычных граждан Израиля, развернул очень масштабную работу, привлек туда людей, закромендовавших себя именно как таких опытных достаточно политиков, которые пришли в том числе и из партии «Наш дом израильска», где в них, например, Роберт Илатов, те, кто следят за израильской политикой, знают это имя. Это очень такой работящий, опытный партиец, который откровенно правых взглядов, который оказался сейчас не удел в партии «Наш дом израильска», поскольку его правая позиция последовательная, она сейчас стала не в части в этой партии. Он оказался снаружи и, конечно же, с радостью принял предложение Ликуда заняться этой работой. Там же сейчас оказалась представитель партии Куляну, партии Маши Кахлона, которая влилась в Ликуд, талии полосков, которая имеет тоже большой опыт полевой, оперативной деятельности. Она была заместителем мэра небольшого города на юге Израиля. И таким образом собралась команда, которая, в общем, ведет очень хорошую работу. И результатом этой работы, одним из результатов, стал вот этот съезд в Батьями, где 2,5 тысячи человек встречали Бениамин Атаньял. На мой взгляд, мероприятие было очень успешно и хорошо организовано и проведено. И, конечно, это важно с той точки зрения, что харизма Атаньял, переданная не через телевидение, не через видео, не через интернет, а напрямую, она очень сильна. И, безусловно, люди, которые были на этой встрече, они ушли оттуда, даже если они не были активистами партии Ликуд, то они ушли оттуда уже с таким четким настроем помогать и продвигать именно партию Ликуд, а не этнические партии. Собственно, об этом говорил Атаньял в этом выступлении. он сказал, что, вы поймите, сказал он, обращаясь к присутствующим, секторальные партии или этнические партии, они не решают ваших проблем, наоборот, они их увековечивают. Это точно то же самое, что, например, мы говорим всегда об организации ОНРА, которая должна была решать проблемы так называемых палестинских беженцев, арабских, палестинских арабов, которые бежали во время войны 1948 года, 1967 года с территории, занятой Израилем, и как бы была создана международная организация, которая должна была их поставить на ноги, а вместо этого она просто увековечила их положение в качестве беженцев, потому что увековечила их таким образом. Она получала деньги от ООН, это огромные бюджеты, огромное количество чиновников с это кормится, никто решать реально проблему не хочет. То же самое с секторальными партиями. Секторальные партии, зачем Либерману, по сути дела, решать проблемы новых репатриантов или вообще русскоязычных жителей страны? Ведь если он решит эти проблемы и проблем не будет, то люди перестанут за него голосовать. Это простая вещь, но вот до сих пор как бы никто всерьез в Израиле не озвучивал, Натаниалу озвучиваю, и я думаю, что в числе прочего этот аргумент тоже повлияет на решение многих людей отказаться от голосования за этническую и за секторальную партию и проголосовать за большую правую партию, за Ликут, и таким образом поддержать Натаниалу. Ну и, конечно, вы правы в том, что ситуация в Израиле и в Америке очень похожа. Левы используют те же самые паттерны поведения, та же самая гатинтоцкая мораль. Мне позволено все, а вам не позволено ничего. Насколько это получится в этот раз у Левых в Израиле, посмотрим. Очень хочется надеяться, что будут честные выборы, и на этих честных выборах будет действительно избрана такая коалиция, которая отражает реальное настроение в обществе, а не какие-то изгибы политиков израильства. Александр, давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, да. Я отражаю реальное настроение в обществе. Слушаем вас, приглушите радиоприемник, пожалуйста, ваш вопрос. Да, да, добрый день. Я... Алло. Слушаем вас. Да, говорите. Да. Значит, у меня такой вопрос. Во-первых, очень интересно, конечно, про выборы, но, я думаю, значительно интереснее то, что происходит вокруг Израиля. И, в частности, по поводу объявления в одной из арабских газет, что 100 тысяч палестинцев будут перемещены в Канаду, 40 тысяч в Бельгию, 60 тысяч во Францию. Во-первых, очень интересно, что вы об этом знаете. Алло. Да, да. Слушаем вас. Да. Во-вторых, очень интересно было бы ваш комментарий по поводу того, того, что Машей Фейглин как бы разогнал свою партию и свое собственное, так сказать, тело поместил, как бы хочет поместить в Кнесет. То есть, получается, что все как бы задумки, все чаяния тех, кто за ним стоит, это как бы все по боку, а самое главное пролезть вот в этот самый Кнесет для того, чтобы как бы там засветиться и безбедно как бы прожить какое-то время. Ну и третье, по поводу того, что 60% пенсионеров, особенно русскоязычных, живут ниже прожиточного уровня. то есть, получается, что миллиардные хай-теки уходят на Запад, люди получают громадные деньги, страна богатеет и хорошеет, а вот этих людей просто кинули, как бы пригласили, кинули, и на этом все осталось. Вот очень бы хотелось вашей комментарии по поводу этих трех вопросов. Спасибо. Окей, ну, значит, по поводу, начнем с конца. У вас совершенно неправильное представление о том, что происходит в Израиле в отношении пенсионеров, в том числе русскоязычных пенсионеров. То есть, я не знаю, откуда вы взяли эти цифры, возможно, из какой-то агитационной брошюрки левых партий, но это не соответствует действительности от слова «абсолют». Ситуация с пенсионерами русскоязычными, так сказать, репатриантами, бывшими репатриантами из Советского Союза, из постсоветского пространства следующая. Люди приезжают в страну, в которой они либо вообще не работали ни разу, либо не работают очень небольшое время, и, соответственно, у них либо вообще нет пенсии от государства Израиля, то есть, они не наработали свою пенсию, не заработали эту пенсию в государстве Израиля, либо заработали очень небольшую сумму, потому что, ну, сколько они успели там проработать? Пять лет, десять лет? Не та сумма, не то время, за которое они могли бы успеть заработать себе достаточную пенсию. А страны, которые должны были платить им пенсию, потому что они же работали все это время, всю свою жизнь работали на Украине, в России, в Белоруссии, в Казахстане, где-нибудь еще. Эти страны либо вообще не платят пенсии, либо платят, но какие-то, так сказать, небольшие суммы, которые, возможно, что там, допустим, в России, на эту сумму еще как-то можно сводить, с концами очень трудно, но можно. В Израиле же это буквально, так сказать, сумма для того, чтобы купить себе, ну, не себе, может быть, а внукам конфет. Поэтому Израиль, понимая эту ситуацию, выплачивает этим людям пособие социальное, то есть не пенсию, которую они не заработали, а социальное пособие. Это социальное пособие действительно ниже тех пенсий, которые бы они могли заработать, если бы они уехали, поднялись бы в Израиль не в 90-е годы, а, скажем, в 70-е, или еще раньше. Но, тем не менее, это пособие, которое позволяет им, во-первых, не голодать, это абсолютно совершенно. В Израиле нет людей, которые голодают, потому что здесь есть, кроме того, что здесь достаточное количество еды, здесь есть огромное количество организаций, которые помогут и спасут. И если мы видим людей, копающихся в мусорках, обычно это люди, скажем так, либо бомжи психологические, то есть люди, которые, не то, что у них нет денег жить по-человечески, они как бы просто не вписаны в социальное общество, и ими должны заниматься врачи, а не социальные работники в большей степени. У пенсионеров есть крыша над головой, иногда это действительно нероскошная квартира, иногда это социальное жилье, небольшие квартирки в так называемых хостелях, но, тем не менее, эта крыша над головой ухожена, чисто, опрятно, ну, все зависит от того, как человек сам себя там организует, это его собственная как бы квартира, он организует свой быт как может. И эти люди ездят за границу, эти люди отдыхают, ходят на концерты. Сейчас, например, министр культуры, прошу прощения, министр абсорбции, всем репатриантам, то есть всем людям, которые когда-либо вообще репатриировались в Израиль, дает огромные скидки на посещение театров в Израиле, спектакли и так далее. То есть понимая, что, например, у Алии, у репатриантов из постсоветского пространства есть большая тяга к театру, а театры в Израиле, как и в Америке, впрочем, вещь не дешевая, пойти часто им сложно, вот он предоставил такую возможность колоссальные скидки, буквально бесплатно, можно посещать театры для этих людей, пожалуйста. Таким образом, когда вы говорите о каких-то мифических 60% живущих за чертой бедности, то это абсолютно не соответствует реальной действительности. Теперь, что касается, какой там был у нас еще один вопрос, Сергей, не напомните мне... Не напомню вопрос, давайте примем еще один звонок, попробуем ответить на следующий вопрос. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я с Израиля звоню Питер Валевский. Вот сейчас Александр не помнишь разговаривает? Да, вы сейчас с ним разговариваете, прямо в прямом эфире он вас слышит. Питер, я его очень уважаю, он очень классно все темы освещает, он Гая Дехора переводит. Единственное, что я бы вот честно уточню, что у нас в Израиле сейчас очень большой раскол именно по вопросу тем, что... Ну, многие не считают ни принягу правым. Вот я курортко скажу почему. Что у нас самые два большие сектора издреживенцев, это мы с Олюзии и Харидин. Так как они платят налогов гораздо меньше, все общие на месте взятые, чем они потребляют любовь, пособия и всяких скидок. Плюс сюда еще можно добавить эфиропов, ну, в силу их, как бы, того, что они выходцы из Африки, им дают очень много ништяков. И одно, у государства нет своих денег, все это берется с нас, благоплательщиков. Поэтому именно из-за этого так и получается. Вот, допустим, по пособиям на детей, на первого, второго, третьего ребенка идет почти одинаковая сумма, как это, 120 шекелей, немного, на четвертого чуть побольше, на пятого уже в два раза больше, там на 200 шекелей, 400, на шестого 600. И так у кого 10 детей, там набирается приличная сумма. Плюс если там, вы сейчас говорите, вы снова скажете так, вы, я прошу прощения, что я вас перебиваю, у нас остается по времени, а вы вводите в заблуждение наших слушателей, поскольку все эти выплаты на пособия на детей большие, на которые фактически можно жить, не работая, они были до тех пор, пока министр финансов тогда, Натаньяло, не отменил их. Произошло следующее. Пособия на детей действительно существуют, но они значительно меньше тех сумм, которые раньше выплачивались. И когда это произошло, действительно в арабском секторе рождаемость стала резко снижаться. Потому что арабы, особенно бедуины, которые раньше просто жили с того, что они производили через нескольких своих жен, бешеное количество, десятки, может быть, полтора десятка, два десятка детей, и на это жили как криозы, потому что государство уплачивало им огромные суммы, они перестали это делать, поскольку им, наоборот, стало приходиться платить, как бы предплачивать за своих детей, поскольку пособия, которые они получали, уже не оправдывали вот этот самый, это самое, так сказать, последнее, выполнение заповеди, плодитесь и размножайтесь. Но в харидинном обществе этого не произошло, то есть харидинные семьи были меньше, чем в семье бедуинов, и, видимо, там смысл рождения ребенка другой немножко, поэтому, несмотря на то, что стали платить меньше, харидин как бы практически не изменили показатели рождаемости. Теперь вы сказали, что ультра-ортодокс, или как мы их называем харидин, они являются паразитами в обществе израильском, это абсолютно неверно, опять же, это ситуация, на которую можно было бы со скрипом еще сказать, что так было лет 20 назад. Последние 20 лет идут внутри харидинного общества ультра-ортодоксального очень серьезные процессы и изменения. Все большее количество ультра-ортодоксов стремится интегрироваться в израильское общество и стать полноценной его частью, то есть зарабатывать деньги, платить налоги и, так сказать, быть обычными гражданами. И сегодня фактически выросло целое поколение, их иногда называют новые ультра-ортодоксы, модерн ультра-ортодокс. Это люди, которые обычно работают, это врачи, это адвокаты, это программисты, это какие-то исследователи, ученые, там работают и мужчина, и женщина, то есть женщины, как правило, заняты в образовательном секторе, мужчины, вот как я уже сказал, в этих специальностях, они выполняют абсолютно все те же заповеди, так же строго, как это делают другие хариди, другие ультра-ортодоксы, но они, как правило, их дети идут служить в армию, и самое главное, это люди, которые не заинтересованы навязывать свой образ жизни кому бы то ни было, то есть они живут так, как они считают правильным, но они не пытаются заставить других людей жить так же. И внутри вот этого самого ультра-ортодоксального общества как раз происходит очень сейчас серьезный тектонический, я бы сказал, сдвиги, когда есть старая элита, привыкшая, что, в общем, у них паства, которая сама себя прокормить не может, и только благодаря политическим лидерам, вот эти представители секторальной партии, которые раньше добывали деньги, частично у вас в Америке, частично получали от государства за политическую поддержку, а потом эти деньги распределяли и позволяли жить своей пастве в бедности, практически в нищете, но хоть как-то сводить концы с концами. Эти люди теряют свой власть, потому что все больше и больше ультра-ортодоксов говорят нам, мы не хотим голосовать за этих людей, мы не хотим быть от них зависимым, мы сами зарабатываем себе деньги, нам не нужны подачки ни от государства, ни из-за границы, и таким образом там внутри ультра-ортодоксального мира идется очень серьезная борьба. Когда светские партии, например, наш дом Израиль, или партия Лапида, партия Бело-Голубых, начинает атаковать вот этих самых религиозных под одну гребенку, объявляя всех, и тех, кто служит в армии, и тех, кто не служит, что они, мол, все не служат в армии, что они все не работают, то таким образом они фактически помогают вот старой элите ультра-ортодоксов удерживать свою пасту, потому что она говорит, посмотрите на этих светских евреев, посмотрите, как они нас ненавидят, куда вы стремитесь к интеграции с ними. То есть на самом деле сегодня секторальные партии, будь то партия НДИ, партия Либермана, или партия ультра-ортодоксальная, старое ее руководство, как бы ультра-ортодоксальным миром, они помогают друг другу удерживать своих, с помощью взаимной ненависти свои пасты, удерживают своих избирателей в своих руках. Но эти процессы уже не под их контролем, все большее число, как я уже сказал, ультра-ортодоксов уходит из ортодоксальных партий. Мы это видим даже, как они голосуют. Они голосуют все больше за тот же Ликут и, скажем, за партию Ямина, потому что они чувствуют себя достаточно самостоятельным, им не нужна вот эта вот система, когда им распределяют какие-то блага крошечные, вырванные у государства, как вы сказали, из налогов всех остальных. Поэтому то, что вы описали, это ситуация, которая начала меняться примерно 15 лет назад и в плане количества детей, и в плане того, насколько харитимное общество в целом зависит от подачи государственных, и использовать эту аргументацию сегодня уже, в общем-то, не к месту. Ну и два слова о том, когда спросили снова вам ошибки. Мы уже не можем, Александр, мы уже вне эфира. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо.